всем добрый день рад вас приветствовать на нашем подведении итогов торговой недели сегодня мы поговорим о тех данных статистических данных которые были на этой неделе а также о тех торговых идеях которые мы обсуждали в понедельник не будем тянуть времени сегодня будет достаточно короткий обзор погнали сначала у нас валюты валюты на фьючерс фьючерсы на валюты началась недели у нас плюс-минус вблизи вот этих отметках отметок для нас началась до после нашего обзора все правильно рассматривал я два сценария это отскок от уровня объема за сентябрь семнадцатого года и уровень повыше тот что за декабрь семнадцатого года вот также рассказывал о том что буду дожидаться появление точки входа то есть не просто банально от уровня шортить нет нужно дождаться красивой точки входа и вот красивая точка входа появилась вот здесь прям сегодня посмотрим насколько она не только красивая но и прибыльная в целом европейская валюта последнее время поддается достаточно серьезным распродажам мы видим это по кумулятивной дайте по объему много продают по рынку цена не падает лимитно кто-то это все принимает есть несколько сценариев как по мне либо кто-то понимает что он сможет продать этот актив еще дороже либо кто-то разгружает свою позицию сейчас в лимитных покупателей которые пока что есть потому что рассматривает потенциальное изменение тенденции на рынке лично я за второй сценарий потому что индекс американского доллара в последнее время достаточно плотно падал да то есть мы видим достаточно серьезное снижение по индексу американского доллара он достиг отметки 93 что является достаточно серьезным уровнем поддержки для для индекса в целом индекс доллара сейчас проседает за счет того что многие уходят из доллара в пользу более рисковых активов золото bitcoin да и другие более рисковые активы они сейчас формируют спрос инвесторов инвесторов на вот эти рисковые активы поэтому индекс доллара падает поэтому многие мажоры получили поддержку от текущего падения индекса доллара я считаю что это сезонность это временное явление то есть доллар является лучшим защитным активом в периоды турбулентности на рынке все все равно возвращаются в доллар поэтому в ближайшее время буду ждать изменения тенденции пускай даже краткосрочные несмотря на то что доллара напечатали много несмотря на то что фрс не только фрс администрация трампа принимает супер неадекватные как по мне меры по поводу стимулирования экономики вливают кучу денег платят людям за то что они сидят дома другие страны не в таких масштабах это делают вроде да но вот сша в этом плане первое поэтому вроде как доллар должен падать но это же 2020 год не все так легко не все так легко поэтому посмотрим как закроется эта позиция что здесь интересного будет уже в понедельник с вами не в понедельник даже во вторник мы проанализируем данные посмотрим что стоит ожидать посмотрим сот отчета и тогда будем принимать дальнейшие решения так отлично швейцарский франк по швейцарскому франку как я и говорил буду ждать более конкретной точки входа нет у меня к сожалению скрина ничего не рисовал то есть мне шорт приоритет только потому что у меня швейцарец шорт японская иена в лонг пока что я не получил подтверждение ни одной точки входа для того чтобы открыть этот шорт мне очень нравится то что в последнее время много продают цена не падает значит лимитно удерживает эту цену и я все-таки приверженец того что ближайшее время то есть сейчас разгружаются потому что в ближайшее время ожидают какого-то вот такого сценария индекс доллара развернется все остальные пойдут в коррекцию пока что сигнала нет хочется дождаться либо пин-бара с большим объемом проторгованным верхней части свечи либо крутейшего ищете на локальных максимумов австралийский доллар по австралийцу рассматриваю short приоритет только за счет того что судя по сот отчетам позиция хеджеров стремится все более шортовую зону плюс я считаю что австралиец достиг своего локального максимума к сожалению я тоже если не ошибаюсь ничего не рисовал по австралийцу рассматривали с вами short австралийца long новозеландс не нам у меня все записано у меня все записано нет не все не в этом блокноте я записал окей кому интересно вы можете пересмотреть по австралийцу у меня интересных ситуаций на этой неделе не было поэтому просто пропуская единственной ситуации на которую я обратил внимание но все-таки не воспользовался это вот эта ситуация когда у нас при подходе к уровню объема сформировалась вот такая ситуация что это нам дает вот зеленые кластера крупные достаточно крупные на посы сравните с вот этим периодом зеленые кластера достаточно крупные говорят нам о том что там больше покупали на вроде как цена должна расти но крупные кластера как раз таки говорят что там много лимитно продавали у кого-то же эти покупатели брали актив значит там лимитно продавали много если кто-то лимитно продает значит он рассчитывает от купить эту этот объем подешевле то есть он сбрасывает свою позицию вот плюс-минус такая история здесь и произошла я и не воспользовался только потому что заметил ее на канадском долларе там это было все поинтереснее и на новозеландце тоже аналогичная ситуация произошла вот аналогичная ситуация правда чуть позже напугали но в целом ситуация сейчас хорошая на локальном максимуме здесь более приятно было шортить когда обновляется локальный хай когда у нас появляется тоже большой объем верхней части свечи на более старшим таймфрейме это более интересно то есть по новозеландцу тоже был небольшой спекулятивный short до уровней объема достаточно быстро он и закрылся австралиец разобрали по поводу торговых идей поговорим с вами во вторник по японской иене я ждал коррекцию я ждал коррекцию чтобы закупиться подешевле я думал как раз вот сюда мы вернемся вот здесь образуется точка входа и тогда уже мы сможем продолжить текущие ралли текущий импульс к сожалению этого не произошло цена просто под пошла вверх не так быстро она пошла как швейцарский франк но в целом пока что все в пределах стратегии short швейцарца против японской иены пока что актуален но вот новозеландец японская иена то это сделка по стратегии где точка входа стратегий один трейд в месяц до вот когда мы анализируем самый дорогой самый дешевый фьючерс из-за самый дорогой покупаем самый дешевый именно за самый дорогой покупаем самый дешевой в этом месяце в середине месяца у нас дороже всего был новозеландец дешевле всего был по и pocket к вот как раз этот spread я и использую этот спрет Работаю на сближение На текущий момент Там все очень даже хорошо Учитывая еще с добавлением по новозеландцу Там все отлично Так, японская иена Не дала коррекции На этой неделе вот так По британцу Сколько недель подряд я говорю о том Что британец Пока что побыще смотрится Вот и сейчас То что мы говорили с вами В понедельник о достижении 1.3 Это был только вопрос времени Достаточно быстро мы его достигли Посмотрите, снова посмотрите Как четко работает британец от уровня объема Да, вот вы Просто вот посмотрите Раз-два, раз-два Вот здесь пробили тест Пошли дальше То есть работа от уровня объема Здесь просто ведется супер И если это все скомбинировать Со свечами в виде чего Правильно, в виде пин-бара С объемом Где-то в нижней части свечи То тактика на британца Она получит новую эффективность Новый процент вероятности Положительной отработки Так, ну в принципе Британец отлично двигается Все здесь супер Мы рассматривали поход к 1.3 Чуть-чуть вот повыше К уровню объема за сентябрь 17-го года Это 1.33 То есть вот сюда Цели достигнуты Цели даже чуть-чуть перебили Британец это единственный актив Который мне не хотелось Вот здесь заширтить Когда у нас появилась Вот эта свеча Так, и последний Новозеландец мы с вами разобрали И последний это канадский доллар По канадцу тоже интересная ситуация На обновлении локального хая Вот здесь У нас появилась вот такая свеча Ее я проспал К сожалению Или к счастью Вот здесь у нас появилась Вот такая свеча Посмотрите, где сосредоточен объем И в принципе он По сравнению даже с вот этим объемом Достаточно серьезный Дальше у нас провал Но цена вернулась Цена вернулась и дала еще одну точку входа Это как раз таки на заседании ФРС Вот эти крупные линиты Которые прячутся в стакане Их не сразу видно Но когда происходит резкий импульс На чем? На дивергенции кумулятивных дельт Когда у нас происходит остановка На объеме То это достаточно интересная ситуация Если вы прям вот сидите, следите Вы это увидели Это и можно воспользоваться Если бы я знал Что можно будет воспользоваться и дальше То я бы не сидел и не ждал Но к сожалению Вот так В целом ситуация Неплохо себя отработала И вот у нас появился Вот здесь Сигнал на выход Из этого трейда Достаточно такой себе Но в целом Вот Чик И вот здесь выход В принципе неплохо Вот тут у нас появилась Обратная ситуация Ситуация уже на покупку На небольшой дивергенции Кумулятивных дельт У нас образовывается свеча В виде чего? В виде пин-бара С достаточно большим объемом Проторгованным в хвосте Интересно сколько я раз Уже повторил это За последних несколько месяцев И вот это Отличная отправная точка Для того чтобы продолжить Мой парный трейд Вместе с Канадским долларом Я не рассматриваю Канадец как супер сильный актив Который имеет потенциал Там обновления локального Максимума Но учитывая то что Длительный период времени Нефть была На высоких отметках Учитывая повышенный интерес Со стороны хеджеров К этому активу Я считаю что Мы еще длительное время Ну ладно не длительное Еще недельку две Мы постоим в ренже И это и будет Хорошим показателем Сильным показателем Для этого актива Так по Фьючерсам на валюту Все давайте к сырью перейдем Традиционно будем уже Переходить через Через что Через биткоин Который вроде и сырье Вроде и валюта И средства платежа И форма денег Все подряд Биткоин пережил Отличную неделю Предыдущую правда На этой неделе тоже мы Видели хорошие движения В целом Хочется вот что отметить Вот что хочется отметить Это у нас Если что Канадский доллар Да Давайте просто сравним Канадский доллар Извините Извините 27 Вот Плюс-минус Да Вот где-то здесь Мы видели эту Ситуацию Вот где-то тут И после этого Я рассматривал вариант Что мы обновим Немножечко локальный хай И там уже можно будет Поработать На Падение В принципе Чуть-чуть Отработали Но не так сильно Как хотелось Появился обратный сигнал Окей Биткоин По биткоину Вот что есть интересно Да Это Так рисовалочки Объем Объем на фьючерсах На биткоин На нескольких Сразу биржах Здесь В том числе В том числе Есть и ЦМЕ Это небольшой Процент объема Но в принципе Там уже торгуется Более Одного Миллиарда Долларов В сутки Там где-то 1,3 Если не ошибаюсь Миллиарда Было проторговано Что является рекордом За последнее время Начиная с марта Если не ошибаюсь Рекорд По суточному Объему То есть Торговля Деривативов Она привлекает Внимание Институционалов Это первое Во-вторых Она Перетягивает На себя Спотовый Объем Потому что Спота Осталось Не так много Чтобы вы себе Понимали Многие Аналитики Многие Сервисы Они Фиксируют То Что Монет Сейчас После халвинга Добывается В два раза Меньше Чем Спрос на Эти монеты Поэтому Биткоин Имеет Вот такое Вот такое Вот такая Сейчас цена Плюс Что у нас На финансовом рынке У нас Хаос на финансовом рынке Вроде как Фондовый рынок Обгоняет Экономику Супер сильно Фонды Индексы Уже Восстановились Экономика Еще Не до конца ФРС Кстати Не изменили Ставку Если что Вовремя Не вовремя Но Ставку не изменили Деньги Они будут печатать Пакет стимулирования На 1 триллион Вроде как Уже Приняли Фиксированная помощь Разовая В 1200 долларов Для каждого Для каждой Семьи Тоже вроде как Уже Приняли В понедельник Вторник Мы еще раз Эту информацию Уточним И уже со свежими данными Обсудим И сформулируем Торговые идеи Поэтому До вторника Биткоин Обновил Локальные максимумы Это Один из тех Активов Который обновил Максимумы И остался Там Да То есть Золото обновило Осталось Насдак обновил Остался Биткоин обновил Остался Нефть Нет Обновила Но не осталось К сожалению К сожалению Нефть провалилась Биткоин сейчас удерживается За счет лимитных покупателей Продавцов Которые Благополучно стоят На отметке На споте Буду говорить На фьючах Не знаю На споте По 11500 540 Если быть точным А на Нижняя отметка Как раз таки 11850 Совпадает с уровнями Объема по Фьючерсу Этого я не замечал До текущего момента Но как раз таки Самые крупные лимиты На споте Находятся Именно в этих Областях То есть Там больше всего Лимитного сопротивления И поддержки Поэтому я считаю Что в ближайшее время Биткоин продолжит Своё движение В боковике Формируется Так называемая Фигура продолжения Тренда Это у нас Что? Это у нас Флаг На самом деле Я не сильно понимаю Как это работает Но говорят Что с точки зрения Психологии Он отрабатывает себя Вверх Поэтому будем смотреть Будем наблюдать Во вторник Мы еще раз Проанализируем Спот рынок Лимитный баланс Если там что-то Изменится Обязательно Дам об этом знать И нефть Нефть Хорошенько Сегодня провалилась У нас по нефти Не так много Интересных ситуаций Было Но вот это падение Достаточно крупное С вот таким Вот таким накоплением В нижней части Да Хочу обратить Ваше внимание На размер кластеров И на их цвет Потому что Чем ярче цвет Тем Больше сделок В одну сторону Там проходило Если что Если хотите Убедиться Вот здесь У нас есть Тип графиков Бидаск Берем Что берем Берем Лупа И наводим На ту ситуацию Которая нас интересует И вот здесь Мы можем видеть Перевес Между Перевес делок Которые прошли По бидам И по аскам Но в целом Мне нравится Пользоваться Вот просто Кластерным графиком Здесь четко видно Если там будет Что-то интересное Я это замечу И более детально Могу посмотреть Вот Вот эта ситуация Интересная была В моменте Но Это только уже На истории Видно Что она была Интересная В режиме Реалтайм Когда все Вот так Проваливается И вроде Обновляются Локальные минимумы Не на дивергенции Кумулятивных Дельт Без Ичевки Объемов Это вот Не то Зато была Интересная Вот здесь Ситуация Красивенный Пинбар На локальных Максимах После вот этого Ичевки Объема То здесь все было Красиво Но к сожалению Красиво Некрасиво Но Сильно мы Не сходили Так Вот Вот еще была Прекрасная Ситуация Красивый Пинбар На локальном Минюме Большой Объем Протрагованный Но Тоже Опять же Это был Чисто спекулятивный Трейд Те кто переводятся В безубыток Это хорошо Если нет То Рабочий Стоп Рабочий Стоп По Нефти Что мне На этой Неделе Понравилось Это то Точнее Что можем Сказать За эту Неделю Со Следующего Месяца Вступает Действие Фаза Следующая Торгового Соглашения Соглашения Просто Сделки ОПЕК Плюс По Которому Они Планируют Увеличить Объем Добычи На 2 Миллиона Также По Отчету ОПЕК Они Рассчитывают Что Спрос на Нефть Упадет В ближайших Несколько Кварталов Почти на 9 Миллионов Баррелей В сутки Что является Огромнейшим Таким Выпадом Из рынка Выпадом Из спроса И В целом На этой новости Вот мы И провалились Так Хотел Обратить Только Внимание Вот на Вот эту Ситуацию Красивую Когда у нас На локальном Минимуме Там есть Я даже Загружал Более мелкий Таймфрейм Чтобы наблюдать Эту ситуацию Потому что Нефть так быстро Падала Так красиво Падала Ждал я HFT Не появился Ждал я Пинбара Он появился И в целом Неплохо Сходило еще В продолжение Но пока что Пока что Не отработала Она Более чем 1 к 2 Хотя уровень Уже достигла И там Половинку Объема Уже стоило бы Закрыть Так Хорошо Золото Обновило Свой Снова Максимум Достигла Отметки Почти 2 тысячи И вот что У меня есть Интересного По золоту Инвестиции В золото Со стороны Физическое Золото Точнее Упали На 17 Процентов За последний Квартал Спрос На ювелирные Изделия Упал На 50 Процентов За последний Квартал Центральные Банки Покупали За второй Квартал На 39 Процентов Меньше Объема Золота Чем В предыдущем Году В 19 За этот же Квартал Инвестиционный Спрос Сейчас состоит Только со Спроса Ритейла Инвесторов То есть Инвесторов Которые Инвестируют В пассивные Фонды Инвесторов Которые Просто Покупают Фьюдерс Для того Чтобы Застраховать Себя От падения Доллара От инфляции От всего Чего Только Можно Застраховать Блумберг Прогнозирует Цену 2500 По золоту В 21 Году И вот Такой Красивый Классный Фундаментальный Фон Как и на продажу Учитывая то Что спрос Сильно падает Лично я считаю Что золото Не может Расти До 2500 Мы видели Это По теслам Мы видели По акциям Кодак Мы видели Это Почему угодно Биткоин Обновил Свой локальный Максимум 20000 Когда-то Достигал Почему бы Золото Не может Достичь Достичь 2500 5000 Хорошенько Разгонят И все Но вот Вы посмотрите Что сейчас Происходит Я вижу Что у нас Сейчас идет Фиксация То есть Много Продают По рынку И цена Понемножечку Снижается Когда вот Продают По рынку Цена Тоже Снижается Соответственно Идет Фиксация И Что мне Интересно Было На этой Неделе Это Торговля Вот таких Уровней Когда у нас Появляется Огромный Кластер Зеленый Что это Означает Это означает Что там Была крупная Лимитка На продажу И ее Выкупили Если цена Дальше пошла Соответственно Если кто-то Много Продался То Он рассчитывает Что цена Упадет Вот И я Рассчитывал Что цена Упадет Поэтому Пользовался Вот такими Возможностями Как только Цена Закреплялась Ниже Заходить В шорт Короткий Спекулятивный Шорт От Таких Лимиток Некоторые Сделки Были Хорошими Некоторые Были Прекрасными Некоторые Были Убыточными Но В целом Ситуация Мне Очень Понравилась Вот Такие Крупные Лимиты Которые Появлялись На Прям Максимумах Это Отлично Торговывались Достаточно Короткий Стоп Достаточно Понятный Профиль Вот Здесь Но Это Тоже В моменте Нужно Было Наблюдать Потому Что На 15 Минутам Графике Вроде А Чего Здесь Заходить Но В моменте Ситуация Была Очень И Очень Интересная Если Профиль Натянуть Посмотреть Опять Жен Снизу Показывает И Сверху Там За Больший Период Нужно Натягивать В любом Случа Он Будет Вот Здесь Вверху Огромный Большой Профиль Среднего Проторгованного Объема На Пятиминутке Там Более Красивая Ситуация Поэтому Золото Я считаю Что В ближайшее Время Стоит Оторговать Как раз Таки Вот Эти Спекулятивные Трейды Много HFT Много Крупных Объемов Много Объемов Объемов В кластерах Проходит И Вот То Все Что Появляется С этим Можно Работать Пинбары Крупные Объемы Дивергенции Кумулятивных Дель Все Это Нужно Отрабатывать Пока Есть Такая Большая Волатильность Выгодная Хорошее Соотношение Риск-прибыль Так В понедельник Более детально Поговорим По золоту И Что еще Давайте Фондовые Рынки И все Так СНП По СНП На этой неделе Ну Сильно Ничего Не Изменилось Сезон Отчетности Проходит Многие Компании Перебивают Свои Отчетности Вот так Ожидания По их Отчетам Только Потому Что Аналитики Сильно Испугались Сильно И И Ожидания Пессимистичны Поэтому Компаниям Достаточно Легко Перебивать Их Пессимистичные Прогнозы То есть Ожидалось Что Выручка Прибыль Прибыль Упадет У компании Из индекса СНП 500 на 40% Упала только На 34% На текущий момент Поэтому Все не так Плохо Как рисовали Но все равно Все плохо Именно поэтому Пока что Индексы Не растут Да ФРС Подкупает Но и Плохие Отчетности Как бы Тоже есть Там Я смотрел Сравнение Сколько было В предыдущем Году В этом же Квартале Плохих отчетов Сколько в этом Ну Сейчас Сейчас Практически Все плохие Потому что У всех Показатели Плохие Хотя И лучше Чем Ожидалось Но Это как бы Оптимизма Не сильно Оптимизмом Не сильно Заряжает Так вот Индекс СНП Это Предвыборная Гонка Трамп В своем Твиттере Попросил Или заявил Заявил Свои мысли Что он готов Перенести Выборы Только Чтобы они Были более Безопасны Для каждого Из Американцев Плюс Напряжение Между США И Китаем Там тоже Достаточно Много Интересных Новостей Поэтому Я считаю Что мы Продолжим Двигаться В таком Огромном Боковике До того Времени Пока Экономика Не Догонит Фондовый Рынок ВВП США Упало На 32 С хвостиком Процентов Что является Опять же Лучшие ожидания Лучшие ожидания Но очень плохо Так Все Хорошо На этой неделе Было Достаточно Много Интересных Ситуаций Много Волатильности Я надеюсь Вы воспользовались Этими ситуациями Я надеюсь Что вы Начали уже Что-то делать Вести дневник Торговать Смотреть Обзоры Наши Как минимум Общаться в чате Всем Хороших выходных Надеюсь Пятница И выходные Пройдут для вас Удачно У меня так точно Будет все хорошо Поэтому До встречи Всем хорошенько Отдохнуть Счастливо